Они живут рядом с нами уже не одно тысячелетие, но все еще удивляют. Они грызут наши тапки, делают маленькие пакости и спасают из самых больших передряг. Всегда немного дикие, но самые домашние из всех зверей на планете. В эфире программа о животных, дом для которых создают люди. В этом выпуске. Сезон активности клещей. Как защитить своего питомца от укуса паразита. Ждут своего человека. История и постояльцев приюта для собак Вари и Грея. Презентация пород. В студии кавалер Кинг Чарльз Паниель и Йоркширский терьер. Весной для всех владельцев животных актуальна проблема активности клещей. Паразиты сейчас особенно опасны. Ведь клиники все чаще хвостатые пациенты попадают как раз по этому поводу. И к чему приведет очередной укус, сложно предугадать. Последствия бывают плачевными. Специалисты напоминают, важно вовремя проявить заботу о питомце. И постараться предотвратить болезнь. Чтобы предотвратить это, это нужно обрабатывать своих животных. Свои животные обрабатывать чем можно? Таблетками, каплями, спреями. Пожалуйста. Укол есть. Уважаемые хозяева питомцев, обрабатывайте своих животных. Если хотите, чтобы они были здоровыми, веселыми и красивыми. Что касается капель, их важно наносить правильно, так, чтобы исключить попадание внутрь организма. Вдоль позвоночника кошечки, конечно, имеют свойство, они лижут себя. Поэтому желательно вот до, начиная где ушки, раздвигаем. Раздвигаем, капнули, раздвигаем, капнули. После каждой прогулки животное необходимо осматривать. Если клещ все-таки обнаружен на теле питомца, нужно сразу обратиться к ветеринарам. Если же поразить на глаза вам не попался. Понять, что укус был, можно по таким симптомам. Вялость, отказ от еды, повышенная температура, урина с кровью, желтуха. Важно реагировать на изменения в поведении и состоянии своего пушистого друга сразу. Когда хозяева медлят, у животного шансов выжить становится меньше. Очень серьезные, даже летальные исходы. Вот, это же пероплазмоз. Это очень серьезная болезнь. И надо, конечно, что человек, что животное, надо как-то это беречь. Помощника Васю, кстати, здесь берегут. Он уже обработан от клещей. Рукам ветеринаров не сопротивляется. Знает, что они ему плохого не сделают. Кот только благодаря сознательности врачей остался жив. Хотя никакая серьезная болезнь ему и не угрожала. Попал сюда в клинику, ну его принесли хозяева усыплять, сказали, что больной. Мы его проверили полностью, сделали УЗИ, провели анализы крови. Здоровый, хороший малышок, мы его оставили. Но сейчас пристраиваем. Вася ручной и ласковый приучен к лотку. Как и его сосед, рыжий кот. Они будут рады, если найдутся добрые люди и готовы взять их в свою семью. Заботиться и беречь. Варе около трех лет и она сменила уже как минимум трех хозяев. В очередной раз ее вернули волонтером. Маленькая, юркая, самостоятельная. Она стремится к человеку и может быть хорошим другом, говорят волонтеры. Просто ей не повезло. Она отказная, во-первых. Потом, получается, у нас ее уже два раза брали и два раза возвращали. Не могут, видимо, привыкнуть к собаке. Собака, потому что уже взрослая и у нее свои привычки. То есть надо собачке самой подольше, видимо, адаптироваться, раз она квартирная все-таки. И ей привыкнуть к хозяевам, и хозяевам к ней привыкнуть. Потому что в любом случае это идет взаимный процесс уживания любых живых существ. Первый раз Варю вернули, потому что у новых хозяев началась аллергия на животных. Второй раз ее взяла женщина пожилого возраста. Привезла обратно в центр передержки, так как собака для нее оказалась слишком активной. Нам вернули ее. Немножко подстригли после грумера. Она пришла, она красавица, вот такая ручная собачка, очень нежная, очень душевная такая, хорошая собачка у нас. Не агрессивная? Нет, абсолютно не агрессивная. То есть она спокойно уживется и с другими живетными, если есть в квартире, и с детьми, и со взрослыми. Легко уживется со всеми и пес по имени Грей. У этого постояльца приюта непростая судьба. За ним даже и не пришли ни разу. И придут ли? Уже три года он живет здесь. Совсем взрослый, говорят волонтеры. Люди чаще берут питомцев помладше. Но ведь и у других животных должен быть шанс на новую жизнь. Его привезла хозяйка, то есть мать хозяина, что хозяина посадили, и она не могла с ним справиться. Привезла в приют. Собачка жила ранее в квартире, но вынужден, конечно, жить на улице. Он привык, он такой человекозависимый, озорной, компанейский товарищ, очень темпераментный. Если вы узнали в Грее, Варе или любом другом постояльце Центра передержки своего будущего друга и готовы подарить внимание и любовь новому питомцу, обратиться можно в Тобольскую общественную организацию «Право на жизнь». Сегодняшняя презентация «Кавалер Кинг Чарльз Спаниэль» и «Йоркширский терьер». Остановилась на этой породе и подумала, ну почему же именно «Кавалер»? «Кавалер» оказывается потому, что так звали сторонников короля Карла II. Они ходили в длинных паряках и в белых камзолах, и эти собаки были внешне так немного на них похожи, поэтому назвали именно «Кавалер», а «Кинг Чарльз Спаниэль» именно из-за того, что король Чарльз. Раньше они были охотниками, до сих пор у нас остался этот инстинкт. Птичек мы очень любим, и ни одну птичку мимо мы не пропускаем. У нас бивер, он произошел от «Йоркширского терьера». В семье заводчиков в Германии родился щенки с белым окрасом, что было необычно, потому что они в основном вот такие. Стально-платиновые. Да, а эти с белыми пятнами. И вот, получается, в этой семье с белыми пятнами родился щенок, и в честь них заводчиков биверы они были. Вот назвали породу биверы. Сейчас это отдельная порода? Сейчас это уже отдельная порода, да, отдельный вид от «Йоркширских терьеров». Они раньше, по сути, должны были быть охотниками, и их заводили как обычные люди, простые люди, придумали так, что они могут ловить крыс. И раньше было такое, что брали 17 сантиметров, и если собака проходила, то обычный человек мог эту собаку просто оставить. Что такое 17 сантиметров? Вот в данном случае Арина упомянула. 17 сантиметров – это брали веревочку, вот петельку, да, веревочку любой толщины, и вот, чтобы диаметр получился 17 сантиметров. Если в эту веревочку проходила собачка, то бедняку дозволялось иметь собаку. Если нет, то крупную собаку и среднюю нельзя было иметь бедняку, и поэтому вот вывели именно мелкую породу, но вывели именно для борьбы с крысами. Не как сейчас, вот, да, собачки у нас гламурные, на ручках все сидят, все их одевают, обувают, ухаживают, любят, целуют, завивают. Там это была рабочая собака, которая давила крыс, которым было много очень на территории города и деревень. У меня собака, она не для выставок, в данном случае, ну, поэтому сильного такого прям ухода нету, никаких сложностей. Помыть ее с шампунем раз в несколько дней, ежедневное расчесывание по мере того, как заклочились там уши, там бывает у нас маленечко. А так в уходе собака очень простая. Мы подстригаем, так как невыставочная собака, ну, именно у меня, когда вот выставочные, их нельзя стричь, потому что у них должна быть длинная шерсть по стандарту породы. Также вот раз в неделю моем шампунькой. Эта собака очень, знаете, ну, она гипоаллергенна, и считай, у кого аллергия, очень удобно, что нету аллергии. Ну, единственный, наверное, такой маленький минус, у нее нет подшерстка, и поэтому, конечно, зимой ее надо огивать. Его именно надо заплетать, чтобы шерсть не лезла в глаза, потому что они могут травмироваться. Конечно, здесь просто можно расчесать, а можно не расчесывать, да, сегодня, допустим, в один день. А здесь в любом случае раз в сутки ты расчесываешь, чтобы не было скотченности, чтобы потом не выстригать эти кусочки шерсти, которые... Ну, и мытье йорков и йоркширских терьеров моют чаще, значительно, чем другие породы собак. И в данном случае кавалеркинг Чарльз Фанелли. Я точно знаю, что кавалерам генетический тест делают на сердце, они подвержены очень сердечным заболеваниям. И еще у них, как бы, глаза, из-за того, что они вот большие у них, и туда все вечно попадает, то, как бы, с глазками они вечно у них текут. И еще с ушками могут быть проблемы, что вот уши у нас длинные такие и не проветриваются, поэтому часто они подвержены, как бы, акитам. По заболеваниям пока не могу ничего сказать. Только аллергия вот бывает, но, опять же, мы корм, правильное питание, и все хорошо. А так они склонны к аллергиям. У нас, наверное, из-за аллергии было пока что только на молоко, и то это, наверное, породословно пошло. Кавалеркин Чарльз Паниэль, коленные, насчет коленных суставов. У них, у мелких пород собак, в данном случае именно у кавалеров, предрасположенность к пателле. Пателле – это когда суставчик, коленка выскакивает из своего естественного положения, и собаке образуется хромота. Вот. У юркширских терьеров, у них в основном, да, аллергичные они, хотя сама порода очень приятна человеку, так как человек меньше всего получает аллергии, может быть, аллергия у человека на эту породу, а сама собака аллергична. То есть вот она, как сказали, на молоко, на что-то еще, на многие продукты, может быть, аллергия. Это чаще всего, и так же, как эта маленькая порода, тоже может быть пателла, то есть коленный суставчик. То есть владельцам просто очень внимательно смотреть за здоровьем своей собаки. Я считаю, что собака достаточно легко подается в дирюсировке. Опять же, это зависит и от самой собаки, и от хозяина, потому что надо уделять достаточно времени и воспитывать не только собаку, но и себя, как у нас в нашем случае происходит, Наталья Юрьевна знает. Вот. Мы стараемся. Не все у нас получается, потому что Багира достаточно такой манипулятор. Она пытается манипулировать, но мы с этим боремся. Наша тоже манипулятор, потому что в семье как бы ее очень все сильно любят, и она начинает свои большие красивые глазки всем строить, бровки поднимает, если ее что-то вот не устраивает. Моя собака очень активная. Моя собака знает команды, их 24. На тренировках, да, она очень, она с удовольствием всегда занимается на тренировках. У меня еще не всегда все получается, потому что у меня вообще-то первая собака, и я еще всему только учусь. А она схватывается сразу на лету. Очень активные собачки, очень привязаны к хозяину. Вот ты в квартире ходишь, он следом как хвостик за тобой. Малейшую интонацию, с полуслова все понимает. Только строгий взгляд, все, спрятался. Но через несколько секунд выскакивает, все, хвостиком виляет. Очень хорошо обучаются команды, все это нравится, ему очень активно играют. Эти собаки, обе породы, очень активные и подвижные. Если хозяин попадется замечательный, как у нас владельцы, у них тандем будет отличный. Они не ленивцы, так скажем, то есть они хотят работать, им нравится это. Потому что изначально обе породы были охотничьи, так скажем, охотник для мелких животных. Давили крыс, как говорится, тоже почти бойцовые породы, то есть они очень активные. Я шучу, конечно, насчет бойцовых, я имею в виду, что тоже занимались охотой, так скажем, только во дворах. Конечно же, для каждого хозяина, особенно здесь находящегося, своя порода, своя собака самая лучшая. И не важно, она с документами, без документов. То есть вот кусок души, да, вашей, наверное. Я думаю, так, неважно, пойдете вы на выставки, не пойдете, будете вы дрессировать или просто любить, то есть прижмете к сердцу и так далее. Поэтому я не знаю, что тут еще добавить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!